С днём рождения, церковь! Меня зовут Влад. И мой пастор Василий, он был в прошлом году здесь. У вас прекрасная церковь. И прекрасный пастор. Его хвала и поклонения. Я чувствую себя как баптистом здесь. У него есть страсть. Мы приехали из Трай-Сити. И your pastor did kind of exaggerate on how things are in Трай-Сити. They're not as good as he made it seem. Там немножко не так. Но мы пытаемся служить Господу всем, что у нас есть. Я здесь с моей прекрасной женой. Я уже 4 года в браке. Бог благословил меня. Я получил больше, чем заслужил. Я знаю, что много из вас старше, чем я здесь. Я знаю, что некоторые из вас, я горжусь вам внуки. Много закончили библейские школы, кто-то уже пастырь. И уже у нас так много было Слова. Хочется просто уже помолиться. Если бы еще мама спела, было бы как черешня на тортике. Можете еще немножко послушать, и мы помолимся. Завтра будет мой хороший друг Рома из Ванкувера. И он движим Духом Святым. Господь будет двигаться здесь. И то, что Роман не закончит, ваш пастырь воскресенье закончится. Давайте еще раз дадим славу Господу. Аллилуйя. Я уже 7 раз поменял проповедь пока здесь. Искушение, которое постигают такого молодого человека, и может несовершенного. И когда ты едешь куда-то, тебе хочется выложить самое лучшее. И моя цель сегодня не просто рассказать вам что-то, чего вы не слышали, или что-то новое. Хотя я хотел это сделать сегодня. Потому что мы сами имеем помазание, мудрость, и окружены людьми, которые слышат Господа. Я хочу поделиться тем, может, что ты уже слышал. И это очень знакомый стих. И очень легко этот стих выучить наизусть. Легко его выучить, но он написан. Это 1 Коринфянам 13, 13. А теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Давайте склоним нашу голову, где мы есть, и попросим, чтобы Дух Святой наполнился. Дух Святой, мы просим, чтобы ты был здесь. Прошу тебя, чтобы ты говорил. И дай нам благодать просто услышать это слово, которое ты хочешь передать. Мы смиряем себя пред Тобой. И мы зависимы от Тебя. В имя Иисуса Христова. И все сказали, аминь. И мы можем быть маленькой, но мы не должны быть маленькой. Аминь. И мы должны быть маленькой, потому что я говорю очень быстро. И мы должны помолиться благодати, потому что я люблю быстро говорить. Сегодня я хочу поговорить с вами, просто буквально, на эти три слова, которые мы просто читали. Хочу поговорить на эти три слова, которые мы прочитали. Вера, надежда, любовь. И пастор уже подготовил почву для этой проповеди. Потому что я хочу также поговорить, как Бог вывел народ израильский из Египта. Когда они вышли из Египта, у них была большая цель добраться до обетованной земли. И от рабства к обетованной земле была пустыня. И им нужно было пройти. И по этому пути, когда они шли через пустыню, они разочаровывались. И чем больше они ходили в пустыне, тем дальше уходила обетованная земля, удалялась. И очень скоро они теряли надежду. Что, может, мы даже никогда и не доберемся до обетованной земли. И если вы записываете, я хочу, чтобы вы написали, что мы должны сохранять надежду живой. Эту небесную надежду. Надежду, что мы идем в небо, что мы попадем на небо. Когда 14 лет моя семья переехала в Америку, мне было 13 лет. И 6 декабря мы должны были здесь быть. Два месяца до этого числа все мои проблемы на Украине они исчезли. Знаете почему? Потому что Америка уже была внутри меня. Я никогда не был в Америке, я только видел картинки. Я видел фотографии, они так выглядели красиво. Надежда, куда я стремился поехать, она жила внутри меня. И через что я проходил на Украине, мне было легко, потому что я знал, что я куда-то иду. Без надежды надежды, куда мы направляемся, в нашу цель. What we're going through через что мы проходим, это утомить нас. Это утомить нас. Болезни. Финансовые проблемы. Экономические проблемы. Экономические проблемы. Экономические проблемы. Проблемы с правительством. Проблемы с правительством. Многие из нас, мы начинаем думать о небе, когда кто-то умер. Потому что надежда для нас, как бы, запасное колесо, только когда мы кого-то хороним. Но Бог хочет, чтобы небо стал твоим мотором, которым ты живешь каждый день. Библия говорит, что когда демоны выходят, Jesus says, listen, don't be so happy about it. Он говорит, даже, ну, это не причина для радости. Это классно. But he says, live by the fact of where you are headed to. Он говорит, подумайте, живите тем фактом, куда вы движетесь. Jesus said, when people persecute you, когда вас будут гнать, he said, rejoice. Он говорит, радуйтесь. Why? Not because those people, they're persecuting you, will get saved. Не потому что эти люди, которые гонят вас, спасутся. Even though they could. Хотя они могут спастись. Even though they will. Может, они спаслись. But your source of joy. Но источник твоей радости. He says, because, great is your reward in heaven. Он говорит, большая ваша награда на небесах. I know I am speaking in a church. Я знаю, что я сейчас в церкви. And I am part of the same kind of church as this. И я часть такой же церкви. Where most of you are encouraged to look forward to what God is going to do in your future. And when we talk about promised land, we usually talk about the breakthrough that's going to come in about 15 years from now. И когда мы говорим о обитованной земле, мы говорим о прорыве, который придет, может, через 15 лет. But that's not what break through апостолic church was looking forward to every service. Но не об этом прорыве говорила апостольская церковь. Они были живыми из-за надежды, что они идут на небеса. Есть три стадии жизни. Первая стадия — это когда ты находишься в отшлеве матери. Ты там проводишь примерно девять месяцев. Кто-то чуть-чуть дольше задержался, кто-то раньше вышел. Когда ты был у мамочки, многие из вас не помнят, как там было. Но там был очень маленький мир. Там был темный мир. Там не было селфонов. Там не было интернета. Не было велосипедов. Там не было свободной воли. Ты не мог пойти, куда ты хотел. И ты даже не был уверен, существует твоя мама или нет. А теперь представьте, что у вас двое. И вы внутри. И твой близнец смотрит на тебя. И он как бы задает вопрос. Ты думаешь, что-то есть больше этого мира? И ты верующий. И ты говоришь, конечно, есть. Должно быть что-то. Здесь слишком тесно. Too dark. Темно. Должен быть еще один мир. Где люди ходят. Что такое ходить? Твой близнец спрашивает тебя. Твой партнер, он атеист. Он не верит в существование мамы. Знаете почему? Потому что он ее не видел. И ты тоже не видел. И твой близнец не верит, что есть мир, кроме чрева. Потому что его аргумент, что те, которые покидают этот мир, они туда не возвращаются снова. И поэтому он приходит к заключению, что мира, кроме чрева, нету. Но когда ты выходишь, ты начинаешь осознавать, что маму, которую ты не видел, она носила тебя. И ты перешел в другой мир. Где немножко все ярче. Намного ярче. И ты не живешь там 9 месяцев, а 70 по Псалму мы знаем, что это как, если ты живешь больше, это как бонус. И в этом мире у тебя чуть-чуть больше свободы. И в этом мире многие уверены, что это конец. Но есть еще один мир, куда ты и я попадем. Мир, куда мы стремимся. Он такой же большой. В сравнении с этим миром, в котором мы живем. Если ты сравнишь землю с материнским чревом. Почему Слово Божие говорит, что не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на ум человеку, что Бог предпоил любящим его. Многие из нас думают, что крутая вещь, это что у меня? Есть айфон пятый. И многие думают, что круто полететь куда-нибудь на самолете. И это все так удивительно. Это как младенец объясняет тебе, какая классная жизнь во чреве. Этот мир Это чрево. Вы знаете, когда ребенок покидает чрево, много крика. Точно так же, когда человек покидает этот мир, тоже много крика. Плача. Не рад ли ты, что ты не построил себе квартиру здесь во чреве? Проблема с нами, что все наши цели. Большинство из них. Как углубиться В этом чреве. Многие из наших молитв Остаться дольше в чреве. Одна женщина, пожилая, умерла и пошла на небо. Они двое, и когда они попали на небо, они увидели, что они там все могут кушать, разные фрукты. И мужчина начал все фрукты пробовать. Он подходит к жене. Он ее ударяет. Он говорит, если бы не твоя глупая диета, я бы уже 15 лет раньше здесь был бы. Мы будем удивлены. Когда вы попадете на небо. Никто из вас даже не подумал бы Остаться дольше на этой земле. Почему мы хотим остаться здесь? Это чтобы выполнить Божью волю. Но ты не хотел бы остаться здесь, чтобы дышать этим воздухом. Ты умрешь. Статистика говорит, что 10 из 10 умирают. Ты можешь победить все, но смерть нет. Александр Великий не победил смерть. Стив Джобс, который был 25 айфонов в его мозге, before the first one was released, он не мог победить смерть. У этого, который Apple, да? У него было 25 селфонов еще в голове. 25-й версии айфона. Да. Но он не мог победить смерть. Никто не может победить смерть. Только Иисус победил. Но ты нет. Или Иисус придет. Или ты встретишься с Ним через смерть. Я, когда был молодым, я описывал людям, что меня ждет смерть, когда мне будет 70. Пока со мной не случился один случай, когда мне было 11 лет. И это поменяло мое понимание смерти. Я шел в школу, и мне сосед предложил подвезти меня. Я и двое моих друзей, которые были моими соседями. И пока мы ждали этого парня, мы решили покататься на качели. Была большая качеля. И можно было посадить шесть человек. И было вот столько места между качелей и асфальтом. И нам нравилось хорошо раскачаться. Мы мечтали, чтобы пропутиться. Но мы так поднимались как можно выше. И мы старались, стоя, знаете, раскачать эту качелю. 11 лет. Я стою. Мой лучший друг сидит. И когда мы поднимаемся вверх, мы решили поменяться, чтобы он встал, а я сел. Когда качеля поднимается вверх, он хватается за эту ручку. И его рука не удерживается. Он падает на землю. И эта качеля, она возвращается назад. Перед моими глазами в 11 лет половина его черепа была отрезана. И он умер. Два дня после этого я не мог говорить. Я не мог спать. Не из-за того, что я видел. Но из-за того, что я не знал. С рюкзаком сзади. Когда я встал на качелю. Смерть туда заходила. Я думал, что смерть придет, когда мне будет 90. Но мало чего я знал. Она всегда рядышком. И в 11 лет я получил маленькое откровение. Ты никогда не будешь предупрежден. Когда смерть она тебя заберет и скажет, пошли домой. Каждый человек должен иметь эту надежду неба. потому что сегодня может быть твой последний день. Только некоторые из нас имеют эту привилегию, что доктор скажет, тебе осталось 6 месяцев жить. Большинство из нас не произойдет этого. Мой дедушка, у которого было 16 детей, сильный. В среду у нас было служение. И в четверг утром он заботился о своем внуке. И он заметил какую-то кольку в сердце. Он сказал, что я помоюсь и пойду к семейному доктору. Он зашел в душ и смерть туда. Даже не дало ему одной минуты позвонить детям. 30 секунд не дало сказать бай-бай жене, которой они прожили больше 30 лет. Вошла туда. И он вышел. И потом они нашли его мертвым. Происходит с молодыми и с пожилыми. Пока ты планируешь свою карьеру. Пока ты планируешь свое будущее. Пока ты планируешь все эти вещи. Помни одну вещь. Смерть она один шаг от тебя. Она не там. Она здесь. И помни через все, что ты проходишь. Бог хочет, чтобы у тебя была живая надежда что ты идешь на небо. Не бояться, что ты умрешь. Потому что ребенок в чреве должен иметь надежду что он войдет в мир настолько больший и лучший. В Име Иисусе. Can somebody say amen? Аминь. Somebody say hope. Скажите надежда. Somebody say hope. Hope. Not just hope that things will get better. Не просто, что что-то станет лучшим. But hope that you are going to be in a better place. Но надежда, что ты будешь в лучшем месте. I know some way you may look at me and say, man, suicidal. Но кто-то смотрит на меня и говорит, что покончить с этим? So, so negative. I mean, it's just like you know, it's just all about heaven. Но, ну, все так негативно на небо попасть. Быстрее. People do good with the earth who plan better for heaven. Люди живут лучше на земле те, которые планируют идти на небо. и те, которые живут небом. Can somebody say amen? Скажите, аминь. The second thing is faith. Everybody say faith. Скажите, вера. Вторая. See, hope is when we go to heaven. Надежда, она толкает нас, что мы на небо пойдем. But faith is when we live on the earth. Это когда мы живем на земле. And we expect God to do miracles in our midst. Что он начнет делать чудеса среди нас. See, Israel was headed to the promised land. Народ израильский, он шел в обетованную землю. And that hope gave them courage to go through challenges. Ободряло их и помогало победить вызовы. But the second part is the faith that they had to possess. Но следующая часть это вера, которую они должны унаследовать. Which attracted miracles in the wilderness. Now, unfortunately, many of them had very little or almost no faith at all. К сожалению, у многих из них было маленькое или вообще не было веры. The man who had the most faith is Moses. Самая большая вера была у Моисея. And through Moses и через Моисея Бог делал чудеса. We have to make one thing very clear. Мы должны одну вещь понять очень ясно. This earth is not heaven. It will never be heaven. И оно никогда не будет небом. Until he comes. Пока он не придет. Even when revival hits the city. Даже если пробуждение приходит в город. It's still not heaven. Это все еще не небо. But it should never be hell. Но никогда также не должно стать адом. We must understand. Мы должны понять. That just because this earth and our life and earth cannot be heaven. Из-за того, что земля не может стать небом и наша жизнь не может стать небом. We should never allow it to turn into hell. Мы не должны позволить жизни превратиться в ад. Because in Israel in the wilderness потому что Израиль в пустыне they experienced miracles. Они переживали чудеса. And the fascinating part и самая странная вещь. That many miracles they experienced in the wilderness that those miracles they did not happen. They were expired in the promised land. эти чудеса которые были в пустыне они уже не продолжались в обитованной земле. Manna in the wilderness did not exist in the promised land. Manna в пустыне которая была ее не было в обитованной земле. It was only for a time in the wilderness. Это было только время пустыни. We have to understand that all the gifts of the Holy Spirit all of the healings all of casting out of demons and all of God's miracles they are unnecessary in heaven. In heaven you're going to have enough faith to believe for resurrection of the dead. When you're going to see God in heaven you'll be like I got I got faith. The only problem is there are going to be no dead people to raise. When you're going to see Jesus in heaven you're going to be like man I want to see the devil right now to go whip him. The only problem is that you will not be able to see the devil no more unless you want to go to hell. you will never be able to believe for a miracle again. You will never be able to believe for a miracle again. The only time you can do that is here on earth. It's here on earth. When we go to heaven when we go to heaven when we go to heaven manna will stop manna will stop there will be no need for manna the gifts of the Holy Spirit the miracles are not for heaven are not for heaven after they pray for some time after they pray for some time when they pray for some time or after somebody they pray for died and they want to protect themselves from being disappointed in the future and they want to protect themselves from being disappointed in the future which doctor in your city No, no, no which doctor medical doctor Ah, каждый доктор в вашем город which medical doctor Ah, какой какой доктор в вашем городе will quit his job он уволится с работы когда его пациент умрет вы знаете, каждый человек который умер в вашем городе сначала он попал к доктору все-таки больницы они не видят причины закрываться почему? потому что ихняя цель улучшаться мы помолимся за одного человека и он умирает и мы берем все места писания об исцелении и мы ложим их в музей это не так должно быть ты не фокусируешься на том, что Бог не сделал но ты фокусируешься на том, что Бог сделал если ты читаешь Иоанна пятую главу Иисус приходит в эту купальню и въезду и там написано было множество больных а он исцелил одного если бы Евангелие если бы Евангелие было написано тобой и мной мы бы потратили пятнадцать стихов чтобы описать почему Бог пятьдесят стихов почему Бог не исцелил других а один стих что Бог исцелил одного но если вы почитаете Иоанна пятую главу там нет ни одного стиха написано почему Иисус не исцелил других но целая глава описывается как Он исцелил одного и почему Он Его исцелил и Библия она молчит почему Он не исцелил других церковь она не молчит почему Бог не исцеляет но мы не хотим свидетельствовать когда получаем исцеление о есть люди которые не получили свое чудо мы должны хвалиться тем что Бог делает и молчать о том что Он не делает потому что Он Бог нам надо вера для сверхъестественного сегодня а две недели назад у меня была возможность быть в Нигерии в Легос шестнадцать человек все путаю номера шестьдесят человек со мной было в Африке мы взяли людей отсюда мы ездим где-то три раза в год и мы ездим в эту прекрасную церковь в Легосе и это это время когда мы были там на воскресном служении Нигерия она как ну ее как поставили лейбл как надпись над этой страной что United Nations они поставили что это ужасная страна как террористы и там был человек который принадлежал группе террористов и его спонсировала Ал-Каида и десять лет на протяжении десяти лет его команда они были ответственны за десять тысяч смерти в Нигерии они пришли с взрывчаткой в церковь их цель было установить время на бомбе оставить ее в церкви уйти и через час она должна была взорваться они делали это уже во многих местах и из-за того что они мусульмане они обычно делают это в христианских целях и самая лучшая как возможность это сделать у этого пророка Тиби Джошуа потому что в это воскресенье там было где-то тысячу двести человек которые приехали со всего мира и это разнеслось везде и люди бы не имели желания приходить снова в церковь он пришел с четырьмя людьми и перед тем как прийти в церковь и поставить эту бомбу они пошли через улицу покушать и через дорогу церкви в ресторане где они ели был телевизор и передавал служение прямой эфир был транслирован и когда эти ребята сидели и кушали и пророк молится на собрании но трансляция идет в ресторан и рука с экрана это то что он сам говорил leaves the screen and goes into him like this вот рука как бы выходит из телевизора и вот так вот хватает его and begins to torment him и начинает его мучить four other guys четыре других парня схватили бомбу and ran и начали убегать this man этот человек start convulsing on the floor он начал просто в конвульсиях на полу in the floor in a restaurant просто качаться until they took that man пока они не взяли этого человека and brought him to the church и принесли его в церковь he's not a Christian он не христианин he's a Muslim он мусульманин he's responsible for deaths of many people он ответственный за убийство многих людей and rolling on the floor и крутясь на полу three feet away from me I saw him right here я был вот три метра от него три фита один метр и пророк начал молиться за него и когда я наблюдал за этой картиной и я подумал такой же человек взял самолет и врезался в близнецов полный демонами и вот этот человек полный демонов на полу и была очень такая агрессивная борьба через 30 минут этот человек был освобожден он стал он был совершенно другим человеком слезы текли по щекам он говорит что демоны его мучили когда он был еще маленьким ребенком все вот это исламство он говорит я был одержимым он говорит меня толкали заставляли делать это он говорит я хочу отдать жизнь Иисусу он отдал жизнь Иисусу и сразу позвонил президент страны и они забрали его не знаю куда в тюрьму или куда но мы ушли из этого служения другими зная что мы могли бы умереть потому что та команда убила 100 человек на прошлой неделе церкви и я мог бы быть там но Бог своей милости любит людей я люблю людей но террористов и вот так вот рядышком рядом со мной я видел как Бог освободил террориста если Бог мог сделать это человеку который принес бомбу в церковь и он вытащил зло из него Бог может сделать это Бог может исцелять Он может изменять жизни Он может дать манна в пустыне Он может дать манну в пустыне Многие из нас как евреи когда проблемы приходят мы начинаем роптать мы начинаем мы начинаем мы начинаем ныть но Моисей не приносил чудеса из-за того из-за того что он роптал но потому что он повелевал если вы пронаблюдаете каждое чудо которое сделал Моисей это из-за того что Моисей сказал скале сделал что-то жезлом он провозглашал это к существованию Моисей проводил время в молитве но не для того чтобы получить чудо но чтобы усилить отношения чтобы когда он вышел из молитвенной комнаты он мог говорить не три часа просто три минутки и сила этих трех минут она была сзади него этими сорока днями которые он провел с Господом когда я был моложе в вере я видел как люди молились за изгнание бесов или за исцеление и они как бы всегда молились Богу они умоляли Бога и в той церкви где я возрастал я практически не видел не видел действия а видел много молитв длинные молитвы но очень мало результата но если вы посмотрите на жизнь Иисуса вы видите там длинные молитвы ночные но никогда за чудо не молился это всегда отношения и все чудеса которые происходили они не были молитвами они были повелением когда мы проводим время с Богом в нашей молитвенной комнате не просто что-то получить но чтобы познать его это дает нам силу повелевать говорить к горе к Голиафу потому что мы из нас мы говорим о проблеме о чем но мы не говорим к проблеме секрет не в том чтобы рассказывать какая проблема большая Богу но сказать проблеме какой Бог наш великий но чтобы это произошло это не происходит на пустом месте потому что мы имеем такое могущественное харизматическое движение назови потребусь схватим мы пойдем мы подвинем все горы мы там всех бесов выгоним только разговор а где действия потому что повеление публичное оно базируется на общении втайне мы не постимся чтобы получить силу но чтобы узнать личность мы не молимся долго чтобы получить чудо мы молимся долго чтобы познать Бога чтобы понять Его волю и тогда ты выходишь с властью и ты говоришь проблеме можно еще чуть-чуть дальше я помню один момент с моей женой когда мы научились одному принципу мы жили в апартментах это был первый год нашего брака у нас не было ни телевизора ни компьютера мы как такие знаете настоящие пьесятники и мы сделали это специально чтобы друг с другом познакомиться чтобы соединиться моя жена художник когда ей было 15 ее картина во Франции выиграла второе место в Сав-Африке третье место она настоящий художник и мы кушали и у нас есть гостиная где нет света когда мы кушали там было темно и вы знаете иногда ты как будто чувствуешь такое что кто-то в комнате и я сижу кушаю а там в гостиной темно и как будто что-то все волосы на спине поднялись но я притворился таким сильным христианином я продолжаю кушать я взялся за руку жены это не было романтично это было я напугался и мы закончили кушать я все еще держался как родной мы идем в ту комнату где она заканчивает и я готовился к проповеди и моей жены странно появилось такое желание попить воды и хранить это в разуме в кухне и в гостиной нет света она просит меня пойти на кухню и принести воды а я напуган я убежал на грани что там кто-то есть и если я пойду в эту темноту я могу умереть там и самая самая удивительная часть что в это время я готовлю проповедь название победа над дьяволом и я говорю ты знаешь дорогая это первый год нашего брака я хочу чтобы мы все все делали вместе это романтично романтично ночью света нет мы приходим вдвоем держимся за руки она смотрит на меня и понимает что это не романтика я просто она смотрит и говорит что я понял что это не хорошая идея я говорю ну хорошо я подумал сейчас подбегу включателю включу свет и наберу воды и когда я вышел с комнаты мое сердце начало биться быстрее и быстрее и я услышал голос спокойный внутри меня не включай свет ты свет и когда я зашел в эту гостиную мои колени тряслись волосы на спине поднятые я боялся но это то что я сказал я плачу биллы и кто в этой комнате должен убраться во имя Иисуса я сказал тихо и за секундочку все так исчезло и мир Божий сошел на меня мы должны понять мы не побеждаем врага чудеса не происходят когда ты включаешь Хилсон много раз когда дьявол приходит и атакует нас мы хотим петь и это классно но ты должен сделать то что делает Иисус в пустыне в пустыне Иисус не пел он не начал так думать потому что большинство атак дьявола они приходят в форме мыслей и вы знаете мы сражаемся мыслью с мыслью и когда ты смотришь на человека он борется мысль с мыслью ты всегда проиграешь ты всегда должен воевать когда приходят мысли говорить слова даже если не разрешено даже если это ну как не громко но ты не можешь сразить мысль мыслью это должно что-то выйти из твоих уст и это не просто о Бог помоги мне или надо сказать дьявол оставь меня и ты должен поверить в это надежда в небеса вера сейчас вера для чудес и вера не которая только говорит Богу но вера которая говорит ситуации и хочу как бы заключение сделать в последнем слове скажите надежда скажите вера и последнее любовь love now for Israel there was not much love that they were showing to anybody their assignment was actually to go kill all the people для них было задание пойти и убить всех well they had a reason у них была причина and there was a purpose of all that and there was a purpose of all that and there was a purpose of all that but for us our assignment is not to go kill people но наша задача сегодня не идти и убивать людей they are already dead они уже мертвые in their sins в их грехах but to actually raise them from the dead но наша задача воскресить их из мертвых and to show the love of God и явить им любовь Бога many people today we must understand that showing love of God to people мы должны понять что явить любовь людям without telling them about Jesus не сказав им об Иисусе it's the same thing as giving a burger to a blind man who's walking to a cliff thinking you're doing him good это то же самое что дать буртирброд бедняку который движется в пропасть to love people чтобы, ну, любить людей without sharing the faith without sharing Jesus не поделившись Иисусом and please understand we need to help the poor мы должны помогать да вы должны понять мы должны помогать бедным мы должны помогать старикам мы должны все это делать но есть вирус который он перемещается между христианами нам не нужно им проповедовать мы только должны их любить помогать, кормить они сами поймут нам не нужно им говорить о спасении нам не нужно им говорить об Иисусе наши дела будут сами говорить ни один ученик Иисуса не умер из-за того что он делал добрые дела но из-за того что они открыли уста они бы не распяли Иисуса если бы он только помогал людям давая им что-то они распяли его из-за того что он говорил ученикам запрещали говорить не просто давать помогать а говорить потому что сила не в том что мы делаем добро сила в то в Евангелии когда мы ее провозглашаем мы не должны становиться делать добро что Евангелие не просто должны практиковать ее надо право сглашать она должна проповедоваться нам нужно делиться нашей верой мы не должны думать так что я буду жить христианской жизнью и до них дойдет они не получат это потому что если они это поймут Иисус не сказал бы что я вам даю Дух Святой не просто делать хорошие дела но быть свидетелями нам нужно делать добро но нам также надо открыть уста и сказать Господь коснись людей сердце Бога чтобы люди спасались я это понял таким трудным путем и я лично это сам пережил наша церковь как бы основал мой дядя и мы хотели достигать тех которые говорят по-английски было очень трудно сначала потому что у нас не было языка и мы знали как по-русски евангелизировать и это было ну в наше время мы брали инструмент аккордеон шли в парк и мы начинали петь на английский но выражаться еще по-английски не могли и люди приходили и они начинали смотреть на нас потому что они думали что мы просто делаем шоу не сработало мы сделали сделали такие плакаты написали очень хорошие стихи стали на фривее и показывали людям и знаете у нас жарко на исте и люди спускают окна и мы остальная молодежь она шла пока окна открыты и мы туда бросали пригласителем машины и в один месяц мы раздали 10 тысяч пригласителей нас чуть не арестовали нас выгоняли из магазинов и все все это время мы думали мы делаем классную работу мы были очень страстными и когда мы начинали служение мы ожидали что сейчас появится несколько сотен людей которых мы пригласили ноль и это продолжалось год за годом и ничего не происходило и мы пытались делать большие евангелизации мы ходили в молы специально чтобы проповедовать what would happen is that Russian brothers with the leather jackets flipped like this и русские ребята у них были кожаные курсы и они так воротники подымали и они говорили я хочу тебе рассказать о Бисусе все остальные пугались и они вызывали полицейских эти русские в кожаных курточках на БМВ и они еще нас пугают я пошел в школу и я решил ну как сделать свою часть в школе я напечатал тысячу пригласителей это второе место по величине занимает в нашем штате после школы я взял и я развесил больше тысячи пригласительных по всей школе я не понимал еще английского хорошо не говорил и я не знал что нужно разрешение чтобы повесить все эти пригласители и на другой день все мои пригласители на полу и тогда директор вызывает меня в офис сидят одиннадцать охранников и я напуган до смерти я думал что они меня убьют я думаю умру за Иисуса меня чуть не выгнали со школы но директор простил меня и через несколько месяцев он пришел на молодежное служение но в церкви ноль никто не пришел когда все начало происходить не просто когда мы вышли и проповедовали когда мы начали ободрять каждого в церкви люди с которыми вы работаете люди которые в школах у вас рядом номер один не давайте им пригласительные взять запиши их телефон угости их кофе или ланч и только после этого пригласи их с тобой в церковь и люди стали появляться и мы начали осознавать что у нас есть правильное ведение от начала но это не были правильные методы с которыми мы пытались достичь людей классно идти и проповедовать но Иисус говорит будьте свидетелями будьте свидетелями не делать многие из нас мы свидетельствуем среда это вечер евангелизации я иду свидетельствовать но человек которого я покупаю кофе который знает меня и знает мой социал security он так хорошо и он не знает об Иисусе и я не свидетельствую потому что у меня среда это время свидетельствовать мы должны быть свидетелями везде после того как мы поговорили о проблемах Обама его медицину с Россией проблемы мы должны переключиться я сейчас буду заканчивать история которая коснулась моего сердца у меня две сестры и два брата еще и мой брат он попал в наркотики сначала у меня сердце болело а потом я как-то привык думаю он такой наркоман и пусть он там себе решает это его выбор и я ничего не могу поменять но у моей мамы было другое понимание и у меня такое было понимание что если я попаду на небо и моего брата не будет там будет печально но для меня будет все хорошо но для моей мамы не было так она начала поститься за него вставать утром 5 5 5 5 часов 5 однажды она взяла пост на 30 дней и у нее пухли ноги и ее взяли доктору и я объяснял доктору почему она не кушает потому потому что доктор смотрел на нас и говорит ребят что у вас нечем покормить маму я говорю вы не понимаете мой брат на наркотиках для ее сердца это такая боль что она готова не кушать и даже умереть чтобы ее сын покаяться и мне было уже больно приходить в родительский дом потому что все что я видел на их лицах это печаль я ничего не мог поменять и мы с женой перестали ходить к родителям по этой причине у нас остальные четверо кто-то пастырь кто-то ведет ячейку кто-то поет все ревностные а один ну такой да твердолобый он в наркотиках и однажды когда я молился это я увидел как Бог смотрит на этот мир каждый человек он так дорог для него как like like brother was dear to my mom like my brother was dear to my mom если если у вас есть дети которые неверующие вы знаете что это значит ваше сердце в боли неважно насколько ты успешен это никогда не покидает ваше сердце и то что ты переживаешь это вот сколько как Бог переживает его сердце Бог любит людей я люблю моих братьев кальвинистов они верят что некоторых людей Бог не избрал на спасение идите спросите мою маму если моя мама хочет чтобы ее сын спас если она какое-то время получила мир что ее сын пойдет в ад и все закончено четверо детей они на небо пойдут поврежденный разум он пойдет в ад моя мать не согласилась на это вот почему мой брат сегодня служит Иисусу люди будут служить Иисусу когда у нас есть сердце к ним не только Бог но мы делимся этой любовью и мы делимся Евангелем давайте встанем на наши ноги и и и thank you God that when we leave this womb you are going to take us into eternity you are going to take us into heaven God I thank you for your salvation I thank you Jesus for your hope and for heaven God I worship your awesome name Jesus I honor your awesome name right now Jesus be exalted God be lifted up Jesus come on open up your lips right now just begin to say God I thank you say Jesus I love you say Jesus you forgave my sins you washed me with your precious blood I thank you for everything you've done in my life up to this point I thank you Jesus I thank you Holy Spirit I thank you my heavenly father hallelujah 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 God I thank you that you love us unconditionally I thank you that you love us so deeply I thank you that you love me more than my mom loves me I thank you that you love me more than my dad loves me i thank you that you love me more than anybody would ever more than i would ever be able to love myself i thank you for your unconditional love i thank you for your unfailing love jesus i worship you i honor you jesus i exalt your awesome name be magnified today be glorified today in our midst oh jesus hallelujah 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 i want to take a moment right now if there is anybody here who has someone who does not follow jesus either a brother or a sister a father or mother a son or daughter i want us to right now take a moment if you have somebody in your family who doesn't follow jesus or maybe your closest friend or maybe your spouse i want to raise your hand right now tvoi uh supruk maybe somebody in your family who still does not follow jesus raise your hand if you have somebody in your family if you thought of tvoi simian idiot i want us to right now take a moment and i want us to agree in prayer and i want us to begin to pray so glassy lissi chas mali tvia zethi who did that god is going to touch them like he touched my brother close your eyes wherever you're standing right now let's begin to pray say holy spirit move on their behalf let's begin to rebuke every demon that's attaching their life right now let your mercy and your family and your family speak for them god in the name of jesus you